О перспективах и барьерах развития транспортно-логистического сотрудничества между Польшей и Беларусью говорилось на одноименном круглом столе в рамках деловой программы выставки «Транспорт и логистика». Участие во встрече приняли представители государственных органов, деловых кругов, ассоциаций перевозчиков и логистов в Беларуси и Польше. Среди всех запланированных это одна из важнейших встреч, так как для обеих сторон поднятые вопросы в равной степени являются актуальными. Современные транспортные потоки значительно активизировались, а с развитием торговых отношений Европы и Азии значение транзитных территорий только возрастает. Поэтому Польша и Беларусь оказываются в центре транспортных коридоров, связывающих между собой континенты. Конечно, когда есть живая работа, вопросы есть всегда. Вопросы не только развития и качества инфраструктуры, это и вопросы содержания мостовой инфраструктуры на переходах, и те вопросы, которые вы подняли господин министр по поводу администрирования на границе, мы бы хотели отметить, что они есть с обеих сторон. Как соседи мы бы не хотели меняться упреками в тот или иной адрес, мы хотели бы конструктивного диалога на благо развития транспорта, поскольку как будет работать транспорт, как будет развиваться инфраструктура, как будут жить и развиваться наши экономики наших стран, транзит через наши страны, чтобы приносить определенные доходы нашим государствам, нашим транспортным организациям, бизнесам в целом. Все замечания, все предложения, все вопросы мы собираем, потом они будут рассуждены. Первый блок – это возможность экспорта евро-русских продуктов, евро-русских грузов через порт Гданьск. Я хотел бы припомнить, что от Гродно начинается путь по европской ширине Кореи, к которому можно непосредственно переехать в эти порты без перегрузки на стыковке европской и широкой Кореи. О перспективах сотрудничества с Гданьским портом рассказала в своем докладе Дорота Робен, председатель управления порта. Он, по ее словам, является универсальным, готовым к перевозке и транспортировке любых видов товаров и грузов и может стать проводником Беларуси к морю. Докладчик провела виртуальную экскурсию по порту Гданьск, продемонстрировав условия и возможности для грузоперевозок. Также в программу «Круглого стола» вошли презентации польских логистических и транспортных компаний и доклады, посвященные налаживанию сотрудничества между двумя государствами. «Я полностью поддерживаю коллегу в том, что работа министерств заключается в том, чтобы создать условия для бизнеса, приемлемые условия для бизнеса и внимательно слышать, что необходимо в этот момент бизнесу и как ему помочь. Я думаю, что с этой целью мы здесь». В рамках «Круглого стола» были подписаны два знаковых документа. Меморандум о сотрудничестве между Союзом международных экспедиторов и логистов БАМЭ и аналогичной польской организацией, а также соглашение о сотрудничестве между Белорусской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков и Польской ассоциацией международных дорожных перевозчиков. Автомобильные операторы двух стран повысят эффективность транзитных перевозок. Подписанное соглашение позволит ассоциациям более оперативно и эффективно обмениваться информацией, благодаря чему перевозчики будут совершенствовать свои знания и повышать качество работы.